Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 8 апреля По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Калидой Даром день возрождения Тарха. В некоторых славянских родах 8 апреля значится как «Змеев день», по народному месяцу слову Гавриил Благовест. В отличие от Благовещения, 8 апреля никому работать не возбранялось, но никто из людей приметливых и сам бы этого делать не стал, потому что давно уже замечено, что вся работа на Гавриила, произведенная, шла не впрок. И хотя молодые, еще не ставшие крепко на ноги хозяева, несмотря на заветы, хлопотали с самого утра, старики, глядя на них, лишь посмеивались. Они-то знали, чем работа на Гавриила закончиться может. Мужики в этот день выходили рано утром на улицу и смотрели на небеса. Если в этот день восход был светлым, то убирали всю санную сбрую, потому что снег уже больше не выпадет. Сбруя убиралась в сарай, а сани ставились под поведь, на вес. Женщины к этому дню заканчивали последнюю пряжу, так как после Гавриила прязь запрещалась. Опять же, пойдет не впрок. Спряденная после этого дня нить считается некачественной. Данное суеверие сохранилось с тех пор, когда на Руси основная масса населения жила за счет урожая с полей. Начиналось время страды, и женщины разрывались между землей, домом, семьей и прялкой. Они спешили, и нить получалась неравномерной, с комочками и лысыми местами. Связанные вещи были некрасивыми и непрочными. Так и появилась традиция откладывать прялку до времени. В этот день примечают. В заморозке весна будет долгой и холодной. Какова погода на Гавриила, такова и на Сергея Радонежского 8 октября. И добавляли, зазеленела черемуха, пора сажать ранний картофель. К этому времени оттаивает почва, зацветает красная верба, раскрывает почки черемуха и тополь. В некоторых славянских родах 8 апреля значится как «Змеи в день» – почитание Велесового потустороннего мира. К этой дате змеи просыпаются и выползают погреться на солнце. У славян принято было подносить им треба из пищи, почитая таким образом бога мудрости и тайных знаний Велеса. Никаких особых обрядовых действий не проводится, читают славление Велесу. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается, или уже идет в соответствии с Калидайдаром, день возрождения Тарха. С дождьбогом Тархом Перуновичем связана очень интересная легенда. В стародавние времена Кащеи, представители сил пекельного мира, украли у людей их богиню Мару, мать Сияния, покровительницу смерти. Смерть – это дословно смена мирности, когда человек, умирая, переходит в иной мир, имеющий другое, большее количество измерений. Наш мир – четырехмерный. И пришло на землю горе, остановилось развитие людей. Они застряли в нашем явном четырехмерном мире и не могли двигаться дальше, в светлые миры славе и праве. Их физические тела старели и изнашивались, людей одолевали неизлечимые болезни, немощь и безысходность, но умереть, чтобы перейти в другой мир, они не могли, так как такой переход возможен только через смерть. Тогда Дождьбог решил помочь своим потомкам. Он прошел через врата между мирья, находившиеся на Кавказе, в пекельные миры, и стал искать там Мару. Он нашел ее, спас и вернул на землю людям. Но Кащеи смогли ослабить Тарха Дождьбога и в отместку приковали его к горам кавказским. Там Тарха Дождьбога нашла богиня Джива, дева Жива, покровительница силы жизни. Но Дождьбог был настолько слаб, что одной силы жизни, подконтрольной Дживе, не хватало. Тогда она позвала на помощь свою родную сестру Мару, которую спас Дождьбог. И вместе с ней они провели обряд восстановления сил светлого бога. В проводимом обряде, где затрачивается огромная сила, использовалась мертвая и живая вода, которая необходима была для исцеления раненого или даже для оживления убитого воина. Только эти две противоположности в взаимодействии могли дать могущество той силе, которая поднимала на ноги любого принимавшего ее. Мертвую воду принесла с собой из пекла богиня Мара. Она знала, что пока ее не было, на земле многие люди заболели душой и телом. Живую воду из светлого Ирия принесла богиня Джива. Таким образом, по одному из преданий и был возрожден богинями светлый Дождьбог Тарх. Слава богам и предкам нашим многомудрым! Братья-месяцы Слава богам и предкам нашим многомудрым! 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 Слава богам и предкам нашим многомудрым!